Сегодня мы с вами будем заниматься такой темой, некой очень маленькой вычислением будем заниматься аксиальной аномалией, аксиальная аномалия, и тему нашу зовем следующий модерн, тема, аномалия аксиального тока, аксиальная аномалия и опять-вот большой оттемал, простав PLA О bachelorme, Preston HRS Сегодня мы будем работать фактически уже в электродинамике, потому, что мы будем считать, это можно было в курсе электродинамики посчитать. Пока пусть у нас есть электродинамика, вот ранжерный электродинамический, а после того, как мы получим ответ, мы его обобщим на неабилевые правочные теории. Достаточно отрегальным образом, просто пересчитывая цветовых множечек. Что мы хотим посмотреть? Давайте рассмотрим некую преамбула, рассмотрим операторов. Вот такой оператор. Это есть нормальное разъявление, Пси с чертой, от Z, от Z, гамма-мил и гамма-пять, Пси от Z, нормальное разъявление. Вот такой вот оператор. И давайте сейчас попробуем, пользуясь уравнением движения на полиоксии, которые у нас из-за донжана или динамика, попробуем написать его дивергенцию. Уравнение движения, то есть уравнение терапии? Уравнение терапии, совершенно верно. То есть как у нас сравнение терапии выглядит? У нас есть и D со шляпой, да? Минус D. Ну, давайте так напишу. Минус E со шляпой С равняется M в С. Минус E, Минус E, Минус E. Минус E, с Романой Мси. То же самое место, да? Давайте соприкуем, сделаем крест над этим проблемой, будет а минус, и и сюда, в си перейдет к грезам, в си крест, здесь будет гамма минус крест, и у минус, да? Гамма минус крест, а минус крест, равняется m в си крест. Углот я вам озданула. Пока что я достаточно тривиальным вещами занимаюсь, я пишу уравнение, терапия, хочу написать для в си, хочу для в си черта. Ну там, по минусе e, a, m, b. Ну давайте как-то записать. С 90-ми расходами, если бы. Вот так вот. И скобок. Тогда Пси еще... Ню, зле, Пси, крест. Так, да? Теперь на гомоноль правого ножа а внутри между гомоматрицей и Пси проставим единичку. Да, у нас гомомоль на гомомоль это единичная масса. Правильно? Тогда у нас все получится. А, еще момент такой. Вот этот оператор геню, да, он дифференцировал уже Пси, правильно? Поэтому сейчас он действует, вот в этом равенстве он уже действует налево, да, если я Пси пишу сюда, вот, ну, писать сюда, потому что готов. По-моему, вот так вот действует, да? Правильно? Тогда у нас возникает такая комбинация гомомоль, гомомоль, брест, гомомоль. Это что такое? Ну, вот здесь будет гомомоль, это мною шутки проставил гомомоль, да? Это кто у нас? М? Это просто гомозит, да? Гомомоль, гомомоль, брест, гомомоль, это гомомоль. То есть у нас получается минус И, да, ну, вот так его напишу, взберёпись с чертой, да, взберёпись с чертой, взберёпись с чертой, взберёпись с чертой, у нас осталось, а мюн, гомомю. То есть чертой, это гомомоль, крысь, гомомоль, да? Уравняется, взберёпись с чертой, вот так. Итого, какое мы уравнение с вами получили? Давайте вот это выложим Уравнение получилось такое у нас dμ с чертой мы тогда помним Это еще что такое? Все переместилось в дневную часть и поделилось I I I E Psi с чертой dm 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 и второй плюс I N Согласны? Это наше уравнение ное на Пsi с чертой Просто уравнение тирака Давайте еще вот это уравнение в таком же виде перепишем Исходное уравнение тирака Исходное уравнение тирака равно минус и B , гаммин минус N на Pс Классно? Вот у нас уравнение Диракон написано Здесь два минуса, а здесь два плюса записано Можно было, конечно, это внутрить, осталось отсюда написать вот это Ну, хорошо, ну давайте вот кто-нибудь на доске идти посчитайте из Бергенса Давайте, например, это считайте То есть мы берем, сейчас что мы сделали? Взяли операторное уравнение движения, да? Уравнение движения Какой они смысл имеют? Это что вы сказали между операторами? Вот если вы будете брать от этих операторов матричные элементы различные, да? И частицы помещать на массовые поверхности То у вас эти уравнения должны быть выполнены То есть для матричных элементов этих операторов на массовой поверхности У вас есть связь между вот этим оператором, скажем, и вот этим оператором, правильно? То есть операторные тождества, они в этом смысле понимаются, да? Ну, дивергенция там почти написана Ну вот, пишите, почему дивергенция равна? Дивергенция, подождите, а? Да, G мин Да, то есть мы считаем, вот, в принципе, G мин, G мин, A Ну, расскажите сначала, сразу же, по-моему, Так, ну, тут уже можно увидеть Вот, ну, и действуем на эту штуку, на эту же действуем, соответственно? Ну, мы таки, мы ослабляем Один раз действуем в штуку, но иди в восемь Да Ну, или, можно, на самом деле, переставить, не важно А, ну, то... Он действует вот сюда, да? А, может, если скоку поставить, так, да? Да Ага, это одно слабоевое, да? И второе слабоевое Ага, это одно слабоевое, да? И второе слабоевое Выражение И вот здесь вот много надо вот такую же комбинацию собрать, да? Правильно коммутироваться Правильно коммутироваться Правильно коммутироваться Ну, давайте последовательно пишу тему Входим Вот Ага, просто правное переписание Этот глянный будет Онговорит Л Wol disability Вот Ага На все их напишите Потом просто Ага, это все в скобках. Двадцать. Другого пять, пятьдесят. Это первый, второй. Давайте в фронте коммутируем правильнее. Минус написали? Поэтому на минус вас плюс. А, ну и здесь, есть еще твое движет. Гамма пять. Гамма, скобка. Значит, ну а здесь и где. Плюс. Гамма. 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 Все, хорошо. Скобку. Закрыли. Ну, это еще поставим. Угу. Ну, почему? Значит, можно вносить. А, ну, вот здесь вот, когда мы поставляли, здесь еще гамма пять была. А я ее вот сюда. Вот здесь, я наружу вытащил. А, ну да, там будет гамма плюс, гамма пять. Хорошо. Наоборот. И вот. Да. То есть, есть вот этот член, гамма мю, гамма пять. И есть вот этот член, гамма пять и гамма мю. Да. Они вместе сокращаются, да? Угу. Да, второй член. Массовый. Массовый. Ну, он как? Это, получается, писил эскалярность, да? Угу. Ну, он выполнится. Он выполнится. Он выполнится. Понятно. Что получится? Так. Получается. Возьмите. А, еще раз. Забыл. И запыл. Двое. А, еще двое. Еще двое. Ага. Двое. Вот такое получилось соотношение и правила. Вот. То есть, что мы видим? Что. Давайте аккуратно его сейчас напишем. Что. Дивергенция нашего тока. Да? Дивергенция тока. Это есть. Ну, там. Два. И си чертой. Гамма пять. Си. Да? То есть, вот такое. Такое соотношение у нас получается. А? М. М. Вот такое соотношение у нас с вами получилось. М. Значит, масса еще. Масса 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 масса. Масса масса масса. М. М. Если еще м. Да? Два и М. Два и М. Два и М. Да? То есть, мы видим, что если фирмион без массы, то то в правой стороне 0, и это значит, что это ток сохраняется, сохраняющийся ток, и он отвечает в какой симметрии? Какой глобальной асимметрии у нас? Ну, вот обычный векторный ток у нас отвечал глобальной асимметрией, когда мы Пси умножаем на Л в степени и альфа, да? Т.е. у нас была такая глобальная асимметрия, из которой следовал закон сохранения заряда, да? А здесь это, что асимметрия? Т.е. если масс нет, то у нас есть дополнительная асимметрия, которую называют киральной асимметрией Таки киральны и симметрия, да? Ассессия? Т.е. у нас есть геральность? Т.е. у нас есть геральность и геральность, и что? Т.е. у вас есть геральность? Ага, хорошо. Но, оказывается, что есть довольно интересное явление, вот это или и операторное соотношение, да? Как я сказал. То есть его можно понимать так, что вы берёте матричные элементы между состоянием и состоянием ставите на массовые поверхности, и есть вот такая связь, да? Есть такая связь между матричными элементами. Так вот, оказывается, вот это соотношение, которое имеет место в напорновском уровне, да? То есть я просто взял их уравнения движения на классическом уровне. Подставил, классические уравнения поля есть такое соотношение. Оказывается, что это соотношение нарушается поправками радиационным поправками. То есть на квантинном уровне, когда у вас идёт учёт радиационных поправок, вот это операторное соотношение нарушается. И вот это явление, когда у вас есть некое тождество на классическом уровне, когда у вас не квантовая теория, а просто теория поля, берёте в равное движение, подставили, есть некое тождество, и оно нарушается на квантовом уровне, то есть когда вы к этим операторам Гезенберговским начинаете писать взаимодействие, смотрите различные функции Грина из этих операторов, и вы видите, что это тождество нарушается, то такое явление называется аномалией, т.е. на классическом уровне тождество есть, на квантовом уровне, оно нарушается рад поправками, это называется аномалией, такое явление. И вот сегодня мы с вами хотим, по крайней мере начать, большую часть делать, вычислить аномалию вот этого аксиального векторного тока, т.е. у вас есть аксиальный векторный ток , и мы будем считать его аномалией, Но как оказалось, я ответ вам скажу, что она только однопетлевая ей будет, т.е. в высших петлях никаких дополнительных членов не появляется Поэтому мы получим соотношение, по сути во всех порядках, в теории размещения, операторное соотношение Раз это аномалия, то аномальный член, возникающий в ракоправках, он должен быть пропорционален малой константислялии Т.е. он будет пропорционален альфа, как мы видим Ну а давайте все издеваем и начинаем считать аномалию Т.е. наша задача глобальная задача – вычислить аномалию аксиального тока Что бы это сделать? Как обычно, если у нас есть операторы, на которые мы хотим посмотреть какие-то соотношения То мы их изучаем с помощью чего? Функции Грина, правильно? Т.е. мы строим некие функции Грина, на них у нас есть теория возмещения И по функции Грина делаем некие роды анальчих операторов Вот давайте построим вот такую функцию Грина Построим функцию Грина, вот такого рода Возьму интеграл Qn Д.е. в степени минус и Qz Так, может прямо здесь вот посадим? Вот такую функцию Грина смотришь Д.е. в степени минус и Qz А здесь беру матричный элемент Вот у моего тока Где в конечном состоянии у меня находятся два фотона Синтульсами Q1 и Q2 Здесь мой ток Сископ 3 от Z Гамма минус и Гамма 5 Все от Z Это дизембергенские операторы все, да? Дизембергенские операторы Вот такую функцию Грина посчитаем, да? Это одна функция Грина Как эту функцию Грина можно представить? Давайте ее представим вот в таком виде Это есть, как мы, когда считали матричные элементы Вот такая основная функция, да? Мы выделяем некие пневматические умножители, да? Которые здесь от спаривания Здесь от спаривания возникают экспоненты Они интегрируются, дают дельта функцию, да? То есть это здесь 2,3,4 Дельта функция Закона сохранения U-K1-K2 U-K1-K2, да? Зависки здесь возникают такие И M-DU, да? Это тот матричный элемент На который мы пишем правила Фемона, да? И от наших полей фотонных, да? И вот в Гринах у нас возникает множитель такой 2 U-K1-K2-K2-K2-K2V Откуда фотонные поля у нас здесь берутся? Вы здесь фотонные поля не видите? Не видите? Два оплатки Вот здесь только стояли Вот это что такое? Это есть корень 2 синформировки стандартные на b, а 1 лямбда 1 на баку. Это же гейзинговецкие программы. Гейзинговецкие программы, правильно. Совершенно верно, поэтому вот эта штука, это не просто наши брендные уничтожения. А если мы начинаем по теории возмущений расписывать эту радость, то есть у нас что возникает? Я пишу вот эту функцию Грина по теории возмущений. То есть перехожу от гейзинверденских полей к представлению грамотинского. Давайте, я здесь, это пока что без разницы, здесь один оператор состоит. Поэтому мы можем вставить, можем не вставить, но я цепь произведения здесь поставлю для красоты. Пока что это не принципиально, как вы понимаете, здесь один оператор стоит. И что это будет такое? Если я теперь гейзинверденские поля, представляю, переписываю в представлении взаимодействия и вакуум гейзинверденские тоже в представлении взаимодействия. Когда у меня вот здесь как появляется гейзинверденские взаимодействия, да? И вакуум гейзинверденские взаимодействия я могу во втором порядке теории возмущений обложить. Георгий, здесь будет единица вакуум гейзинверденские взаимодействия, минус е в квадрате, два раза два. А здесь стоит d4, z1, да, над psi от z1, а от z1, а от z1, psi от z1. Над d4, d4, z2, psi от z2, а от z2, это всякость, psi от z2. Вакуум гейзинверденские взаимодействия и вакуум гейзинверденские взаимодействия и вакуум гейзинверденские взаимодействия. То есть функцию гейзинвердена, как обычно, мы смотрим по теории возмущений. Вот теперь здесь уже появились фотонные поля и я их могу с вот этими фотонами спаривать, правильно? То есть я каждый из этих фотонных поля могу спарить либо с одним фотоном, либо с другим фотоном, верно? Подобные поля каким образом у меня будет? Вот это а от z. То есть d3 кури 1 на корень 2 пи в кубе 2 кури 1, да, сумма поляризации. Здесь у нас что стоит? Вторично хвантованное поле О, ладно, а здесь вот что-то, да? Здесь гамма матрицы на сверху, да? А, значит, гейзинверден, оператор уничтожения на положительную числовную часть b1z1 плюс 2 лямбла, т.е. лямбла, т.е. лямблёдочкой, оператором рождения и на отрицательную частоту. Спаривать я должен в какую? Положительную частоту или отрицательную частоту? У меня вот здесь стоит вот эта функция. Без черты, наверное, от Z1. Псис чертуя от Z1, АССРП от Z1 и Т1. Ну я про Фотона сейчас говорю. Но это не верно. Не, я вот нижнюю строчку не имею ввиду. Псис чертуя, индеграм по D4 Z1, псис чертуя, нормальную общность просто должен быть. Не без черты. Где без черты? Просто боюсь. Д4 Z1. Д4 Z1? Да, вот си все вопросы. Давайте с такого рода описки самостоятельно. Ну не беспилям, да? Ответ на мой вопрос. Отрицательную частоту. Отрицательную частоту, да? То есть в УДВ, понятно? Отрицательную частоту. Поэтому, когда раз у меня возьмите компьютерную, у нас тут обычно, там, А, П, А, лямбда штрих, по штрих, крест, да? А, крест, минус, лямбда штрих, крест, да? Трехмерная, трехмерная взлетно-функция, да? Трехмерная взлетно-функция, да? У меня все вот эти интегралы съест, да? Вот этот интеграл, который здесь стоит. Смотрите, 2π вкупе сокращается, да? 2π вкупе сокращается, да? И вот эти множители остаются от 2 омега-1, да? И от него еще остался, правильно? Экспоненты все будут теперь с одним p, да? С одним p, и я их могу, неправильно сказать, с одним p. У меня p-1 будет, скажем, k-1, да? p-2 у меня будет k-2, вот. И взятие экспоненты по z мне даст вот эту дельта-функцию. 2π вкупе сокращается, правильно? То есть все вот эти множители, они обычным образом возникают. Сколько здесь спариваний различных есть? У фотонов сколько спариваний? Так, два фотонов почти один раз. У нас, значит, сам оператор-то только один раз, а слева два фотонов спариваний. Ну, сколько? Ну, два. То есть два фотона спаривания фирмилон, я скольки способами могу спаривать? Тоже двумя, правильно? То есть первый способ, это когда вот это спарилось с этим, да? Вот это спарилось с этим, а вот это спарилось с этим, правильно? А второй способ наоборот, если вот это спарилось с этим, да? Вот это зацепилось за этого, а это с этим, правильно? Два таких, два таких спаривания. Обратите внимание, что вот эти друг за другом цепляются всегда, правильно? Вот, отлично. Вот, поэтому из этих двух спариваний, понятно, что по перестановке фотона, по перестановке фирмилонам, если зато один, за два поменять, один на ко два, то дают одинаковый вклад, верно? Вклад будет таким и тот же, поэтому двоечка вот эта цепь была получена сократиться, да? И у нас возникает две диаграммы. Вот, когда мы начинаем вот эту штуку по правилам Фейма на веществе, у нас возникнет две диаграммы. Давайте я их нарисую. Так. Вот так. Показываем теограммы, продолжаем Перекрещенными подсадками здесь кружки Здесь потекло К1, здесь потекло К2 Здесь потекло К2 Здесь потекло К1 Здесь потекло К1 А здесь потекло К2 Ну, две какие-то диаграммы А или Б А или Б Понятно, да? Что по теории возмущениям Для вычисления вот такой функции Грина во втором порядке теории возмущения у меня возникнет две диаграммы Одна такого типа, другая такого типа Согласны, да? Отлично Давайте еще одну функцию Грина рассмотрим Смотрим Еще одна функция Грина у нас будет такого типа Это будет D4z Здесь степени минус Eqz На гамма К1 Гамма К2 Да? А здесь будет Смотрите Вместо аксиального тока здесь будет просто аксиальная столя Точно так же у меня будет выделяться закон сохранения I в моменте импульса Да? Закон сохранения импульса 4-мерного И вот эти драматические множди А на матричный элемент IM у меня будут точно такие же диаграммы, правильно? То есть в вершине будет стоять вместо вот в этой императорной вершине стояла какая матрица? Перестояла матрица гамма К5, правильно? Для коаксиального электромолотома Да? А теперь вот для вот этой функции Грина Здесь будет стоять гамма К5 просто, верно? То есть правило Фейнмана это обычная футбинамика Где вот эта вершина, вот этот крестик Это наш оператор Либо гамма К5 Либо просто гамма К5 Да? То есть я что хочу сказать Что мы можем эти две функции Грина считать одновременно Где по вершине мы будем ставить матрицу гамма большая В которой есть либо гамма К5, либо гамма К5 Да? Вот на этой гамме это и сделано То есть будем сразу считать две функции Грина Теория возвращения И что мы хотим в конечном счете получить? Да? Вот у нас было с вами соотношение, что Dμ от аксиального векторного тока Это есть 2МВА Да? Идя вот это есть Gа А вот это есть GmA Вот такая радость, правильно? Взятие дивергенции Взятие дивергенции Взятие дивергенции Если я теперь на функции Грина смотрю Как мне это точно переписать с точки зрения Грина Взятие дивергенции Взятие дивергенции Это все равно что Если здесь у меня стоит Представляете Производная Да? Производная Я ее по Z Что делаю? Ее вот сюда перекидываю На U Взятие дивергенции Сводится к умножению на плюс U Да? Потому что здесь минус И еще от интегрирования по частям Да? 1 минус Согласны? То есть нам надо рассмотреть Сами вот такое соотношение I U Да? Это дивергенция Дальше Ток дал в матричный элемент I M Вот именно на эту штуку У нас правило Феймана Поэтому я ее сюда опишу Перенесу все в левую часть То есть минус 2 I M Нужно P M Это Маточный элемент Отвечающий вот этой функцией Green Функцией Green I Вот нам нужно посчитать такую штуку Раньше Она была Нулем Правильно? В Борненском Продвижении она была Просто нулем Правда она была нулем Потому что Для функции Green И вот эти тоже В Борненском Продвижении равны На следующем порядке Как мы видим Здесь Уже Не будет нуля То есть эту штуку Эту штуку Мы вычитываем По теории обмещения Сейчас На диаграммах Мы убедимся, что это не ноль И то, что здесь будет стоять Мы с вами угадаем Что это за матричный элемент Такого оператора У нас стоит То есть Здесь будет стоять Некий Матричный элемент По фотонам По фотонам Вот Сточку судяя Вот этих Кинематических Множителей Здесь будет стоять Матричный элемент Правильно? Вот И вот мы картинки С вами С вами Найти Вот Давайте Этим Займемся Постановка задачи Понятна? Что нам нужно сделать Да? Т.е. есть две фотоциклины Их нужно вычислить По теории обмещения Мы их будем считать Одновременные Вот распрямая Здесь Матричный элемент А, здесь вопрос Можно? Да Вместо вот этой Матрицы По идее можно Разобрать Дензер Можно разобрать Дензер Дайте богу, пожалуйста Есть Например Влага Есть Есть Да Да Ну да Вполне Может Смотреть Почему Давайте Считать Одним Считайте Только первую диаграмму А вторая Как мы видим Она будет давать Точно такую же вкладку Как первая Т.е. просто посчитаем Одну А для второй убедимся Что у нас вкладку Такой же Отлично Конечно Отличие будет Замерно Один на два Поэтому Надо просто убедиться Что в конечном выражении У нас получится Симметричное выражение По Один на два Вот и все Но не забудем Что у нас их две Поэтому на два Нужна Нужна Так Тогда считаем Вклад Первой Диаграммы Т.е. М А Что это такое М А М В основном Порядок Теории Возмущения Петля А здесь есть В основном Порядок Теории Возмущений От каждой вершины Минус Е Два раза Да Раз Хермионная петля То есть Что это значит Во-первых Будет штура А во-вторых Минус Минус 1 А вот Чтобы их спарить Как я здесь рисовал Нужно нечетное число Растра Антикоммутировать Чтобы пропагаторы собрать Да Вот у вас Раз Пропагатор собрал Два Пропагатор собрал Два Теории 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 Значит так Мы с вами Раньше пользовались Размерностной регуляризацией Да Эту задачу тоже Можно решать Размерностной регуляризацией Но Возникает Некая проблема С определением Того Что такое Эпсилон Минь ню Альфабета При д-измерениях Вот давайте мы С вами С методической целью Посчитаем Это В регуляризации Другой В регуляризации Павла Лививорсова Т.е. я здесь Оставляю Четырехмерный интеграл Да А регуляризация Состоит в следующем Она интуитивно Достаточно Понятно Но формально Конечно Несколько более Сложна В чем она состоит Вот если Вот Есть Во-первых Тяжелые фермионы Во-вторых У них Статистика такая Что знак Минь Т.е. их клад Идет со знаком Т.е. мы берем Пеплев Который Вегет фермион С массой М маленькая И вычитаем из нее Вклад такой же Пеплев В который Вегет очень тяжелый фермион Раз он очень тяжелый То интуитивно понятно Что он вклад сюда давать не должен Да? По идее Да Но если у вас есть Есть такая Очень тяжелая чтица Где-то там На масштабе Великого Обвинения Да? Что? Хиггс Влагаун Как раз на обещающем Процессе Ну какой Хиггс Я говорю Что он Массу Бесконечности В эту массу В эту бесконечности Т.е. наличие Какой-то очень большой Тяжелой чтицы По идее Интуитивно Интуитивно Не должно Приводить Не должно Приводить Это не важно Можно вычитать Таким образом Не, ну у нас в пазе Хиггса Там все равно У вас будет Треугольная Фермионная Безда Которая основной Вклад Так вот Процесс Програлся Для боевых Тяжелых Частиц Заряженных Ну да Но тяжелые Но не бесконечно тяжелые Правильно? Т.е. Бесконечности Тяжелых Шаг Без Шаг Без Тяжелых Но это все Интуитивно Фактически просто Мы Вычитаем Некую Бесконечность Скорее Такую Интуитивную Эта бесконечность Она у нас Здесь есть Здесь есть Здесь есть Хорошо То есть Мы Мы читаем петлю массивного фермиона, потом сделаем вычитание такой же петли с фермионной массой М-большой и М-большой выстремим к бесконечности. Посмотрим, что получится. Так, чтобы здесь стоять трейкс или шпурку контролируется. В вершине стоит гамма, да, гамма матрицы. Здесь пошел кварковый пропагатор. И P-K1 плюс M. Отберите нам P-K1 в квадрате и M в квадрате. Этот пропагатор. Дальше здесь E1 со звездочкой со шляпкой, да, вектор поляризации моего фотона. Дет пропагатор. И P-M разделить на P-К2 и M-К2, да. Дальше E2 со шляпой. И это в итоге вершины и в этом фонтоне, да. И третий пропагатор. И P-K2 плюс M. Отберите нам P-K2 в квадрате и M в квадрате. Правильно? Давайте пока немножко я подпишу. А вы внимательно следите. Кто будет обходить на эти черты для расченки, тот будет молодец. Наоборот, не пойдет. Чтобы сменяться от главы. Хорошо. Давайте, что сделаем? Ну, три заведателя. Нужно их собрать по-фильному, да. Как обычно. Можно пользоваться общей формулой, которую все три собираем, да. Но чаще всего удобнее на практике оказывается последовательнее их собрать. Причем наиболее простой знаменатель собирать в последнюю очередь. Тут у нас наиболее простой вот этот. Вот мы в последнюю очередь не будем собирать, да. А сначала вот есть два собираем, да. То есть у нас, если есть A1 и A2, два квадратичных взаменателя, да. На этот берем X, на этот X с чертой. Ну, много раз мы с вами делаем это. И получается интеграл под X, A1 плюс X с чертой A2. Какой? Во второй. Во второй. Хорошо, молодец. Вторая степень, да. То есть собрать сначала вот эти, вот эти два. Этот с X, этот с X чертой, да. У нас получилось какое выражение? Получилось выражение, куда мы их собрали. Собираем квадрат. Я скобочки сразу раскрываю. И использую, что у меня к 1 в квадрате, равно к 2 в квадрате равно фотоны. Нулю. Нулю, да. У меня фотоны на массовой поверхности, да. То есть к 1 в квадрате равно нулю. Нулю, да. То есть мне это пригодится. Раз к 1 в квадрате равно нулю, то скалярное произведение, то есть к 1 в квадрате. К 1 в квадрате. Это есть что такое? Два столярных произведения. Это есть к 2 в квадрате. К 2 в квадрате. То, что функция 2 втекает, да, как раз в квадрате. Я получил такой знаменатель. Минус на 2 по n. Здесь стоит х1, х1, а k2 идет с другим знаком. Здесь плюс, то есть и минус. Это будет минус и чертой k2. Правильно? А в квадратах ничего нету. А в квадратах ничего нету. Потом собрался в минус n в квадрате. Все, в квадрате. Минус 2 в квадрате. Минус 2 в квадрате x. В этой единице. В этой единице написал произведение двух этих знаменателей, да? Правильно? Или на правду? Ну? В этой единице. В этой единице. В этой единице. Ни на правду. Правильно. Дальше еще один знаменатель есть. Единица на 2 квадрат минус 5 квадрат. Как выглядели нашим форматом? Теперь здесь знаменатель квадратичный. То есть, стоит а квадрат и а3 какой-то. Да? Как вы собираете? Так же. На этот знаменатель z. На этот знаменатель z четвертой. Да? И поскольку здесь вторая единица, то у меня будет интеграл от нуля за единицы по dz. В числителе еще есть z. В первых произведениях. В числителе есть z четвертая гамма. И с каким дефицентом? С двойкой. Помните, на прошлом семинаре мы читали. Там была 2z. Ну, гамма-функция, если сказать. Гамма-функция от суммы степеней. Гамма от 2 плюс 1. То есть, гамма от 3. Поделись на гамма-функция от произведения. И будет a на z плюс a3 на z четвертой. И все, в какой степени? Сумматной, да? То есть, в третьей степени. То есть, мы начнем про витализацию эфима. И знали, как работать. То есть, мы с вами получили. Какое выражение? Для вот этого. Равно. Интеграл. От нуля до единицы по dx. Интеграл. От нуля до единицы по dz. Да? 2z. 2z. А здесь, вот это я обозначаю за a, да? А dy, это у меня остался сейчас в номинате, да? Если теперь x играть, то что здесь будет стоять? Будет стоять p квадрат. z плюс p квадрат, z четвертой, это единичка, да? Минус 2p, z умножить на x к 1 минус x чертой, это 2. А массовый человек как будет выглядеть? Кирилл? Просто минус r квадрат? Минус r квадрат? Просто минус r квадрат, конечно. Потому что это умножится по z, а это умножится на z чертой. И их вкладываю. Получается z, то есть z чертой. Да? Вот таким образом. То есть, я все свои знаменатели вот так и собрал. Да? Давайте вот этот инкульс назначим какой-нибудь буквой. И как обычно мы выделяем полный квадрат здесь, да? Выделяем полный квадрат. то есть в ответ как из экрана 0 до единицы dx, из экрана 0 до единицы dx, из экрана 0 до единицы dx, в числителе 2z, обнаменателем p минус p0 в квадрате, да? будет минус n в квадрате и минус до 0 в квадрате, а по 0 в квадрате чем равен? по 0 в квадрате чем равен? то есть минус z в квадрате, x, x в квадрате, 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 правильно? вот такой элемент, да? переписываем наш маточный элемент что мы будем делать сейчас, как обычно? мы будем сдвигать переменную интегрирование, да? то есть вот такой минус 0 мы будем назначать за V здесь какая история есть с этим сдвигом? раньше, когда мы действовали в размерности регуляризации, да? никаких проблем не было в том, что интеграл сразу был сходящимся мы рассматривали изначально сходящийся интеграл правильно? то есть там можно какие угодно делать преобразования сдвига там или что-то еще если вы рассматриваете расходящийся интеграл то такой трюк, вообще говоря, уже не работает давайте проясню, что я имею в виду так, вот эта постановка задачи она у нас понятна, я ее стираю хорошо? пояснение такое есть такое замечание 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 отрезка у нас есть некий объект, который, вообще говоря, расходишься да? и вы считаете вот такую штуку смотрите ну, например, я одномерные интегралы оставлю минус бесконечность плюс бесконечность dx dx а здесь стоит f от x плюс a минус f от x dx это некая функция, да? некая функция, которая может, если ее отдельно интегрировать без вычитания, она может расходиться я не ее могу сказать, она может расходиться а в разнице, где расходимость сокращается да? так вот, в принципе, вот эта разница она может быть не нулем да? то есть, что это означает что сдвиг сдвиг переменного интегрирования казалось бы, вы говорите вот давайте я здесь сделаю замену переменных x минуса равно новой переменной и они сократятся, да? они сократятся но вот это справедливо для случая, когда f бывает достаточно быстро да? то есть, когда оно имеет расходимость но максимум ангарифмическую не большую а как это убедить? легко можно ну а давайте разложим просто в ряд Тейлора то, что здесь написано в нулевом порядке сократится да, все в первом порядке будет a на f' от x, правильно? тогда, если я интеграл уберу остается a умножить на f от плюс бесконечности минус f от минус бесконечности да? плюс a умножить на f' от плюс бесконечности минус f' от минус бесконечности Понятно? А вот если f достаточно быстро бывает, так, что, скажем, интеграно может еще расходиться, но вот f в плюс бесконечности, f в минус бесконечности 0, да? Тогда это 0, правильно? То есть если она достаточно быстро бывает, то это мы видим, да? f может даже логарифнически расходиться, то есть вести себя как 1 на x при больших иксах. Тогда все равно будет 0, правильно? Но интеграл будет расходиться. Отдельно от f интеграл будет расходящимся, правильно? Прогласны? Да. Вот. А если f ведет сигнал на бесконечности как константка или линейный растет, да? Получается члены, по-другому, они могут давать фазу. Т.е. у вас сдвиг переменной интегрированной бесконечности интегралов, он может приводить к какому-то эффекту, да? Да. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Т.е. когда этого эффекта нет? Когда у нас есть фазографическая расходимость, да? Т.е. если расходимость фазографического типа такого, то эффекта такого нет, да? Эффект фазографика нет. Мы помним, что мы из вклада нашей диаграммы в конце вычитаем вклад в бесконечно тяжелый фермион. Так вот, смотрите, вот этот сдвиг мы должны делать одновременно в обоих вычислениях, да? Т.е. у меня есть точно такое же выражение для тяжелого фермиона, где здесь M большое. Если я сделаю сдвиг в этом интеграле, то и в тяжелом интеграле тоже делаю только сдвиг, да? Чтобы у меня не было никаких такого рода проблем. Если я не знаю, как у меня расходится первоначальная интеграда. Хотя мы видим, что логарифульчатка, логарифульчатка. Т.е. вообще говоря, со сдвигами надо быть аккуратным. Вот пример почему, да? Это понятно? Окей, сдвигаемся. Обозначили O-B0, обозначили зато большое, да? Что мы получаем с вами? Давайте все знаки соберем. E-квадрат с минусом, здесь еще минус, плюс, да? Здесь раз, два, три раза I, да? Э-квадрат. Двойка, вот та еще, феймонская параметризация. Т.е. будет минус, два I, E-квадрат. Да? Интеграл D4B на два I4. Интеграл по DX, интеграл по Z. Двойка написал, да? От феймонская параметризация. Так вот. Знаменатель у меня металл. F в квадрате. И минус M в квадрате. плюс Z в квадрате. x в квадрате. z в квадрате. x в квадрате. q в квадрате. Все это ступени 3, да? Здесь 3. Фрейс. А, гамма. А здесь подставляем. Значит, P маленькая, это не P плюс P0, да? В квадрате. По большую. Плюс P0, минус K1, плюс M. Это первая. E11 в квадрате. По большую. Плюс P0, плюс M. как я написал. По большую, как я написал. Как я написал, Е2 с удовлетничкой по шляпе, П большое, плюс П0, плюс К2, плюс М, копка закрылась. Давайте еще раз напишем, что 0 у нас, под 0, это есть Z, на что? X к 1 минус X к 1 минус X к 1 минус X к 2, которое есть от нему с X к 2, да? Вот так. Угу. Отлично. Ну теперь нужно свет взять. Вот смотрим, какие и какого типа интеграммы у меня есть. У меня есть интеграммы, когда в числителе нет П большого вообще, да? П большого все убрал. И какое здесь квадратичное такое выражение? Как мы действуем? Если у меня встречается по ню, по ню, да? Правда, здесь еще две гамма-мазницы есть, гамма-мин, гамма-мин, да? Но я должен заменить это на между ними что-то. Потому что гамма-мазницы, да? Должен заменить это на G-menu, делить на 4, П квадратик, правильно? Гамма-мин, между ними что-то, гамма-мин, да? То есть такая компетенция у меня переходит в П квадрате на 4, П большой на 4, гамма-мин, между ними что-то может стоять в гамма-матрице, да? Потому что я П мог из разных мест вытащить, да? Одно отсюда, другое отсюда. Гамма-мин, гамма-мин. То есть возникают не такие свертки, да? Тиракорские свертки. А, и по в кубе, по в кубе тоже я взыграл. Ну, это я не по ухвата правильно помню. Ничего. Ну вот, давайте напишем это аккуратно. Так, и того мне это написать. Ну, давайте я вот сюда буду отдельно трейк писать. Что, Андрей, вопрос какой? Ну, да, да. Потому что нечёртные степени просто сокращаются. У нас же знаменатель, смотрите, квадратичный по П. Кстати, обратите внимание, наш знаменатель симметричный по Х на Х с чёртой. Это тоже некий ресурс. Вы знаете, да? Ну да. Погуберинский. Ну да. Погуберинский. Использовався в симметрии. Надо буду ещё запомнить. Давайте трейс объявляем. Напишем, что такое трейс. Тайм. Значит, здесь есть такой вклад. Когда у меня пыль в числителе нету. Пыль нету. То есть это будет трейс. Вот. Гамба. Здесь будет P0-K1-M. P0-K1-M. Вот это E1-клепый. P0-M. От следующего попадателя. P0-M E2 и P0-K2. Вот такой вот вклад. И есть вклад. Есть вклад. Давайте так же напишем. От гамма минус общая. Поэтому я здесь какую-то большую фигурную скобку открою. Есть вклад с P2-M. Так. Это можно будет уничтожить. Вклад с P2-M. То есть P2-M может возникнуть либо отсюда. Да? Три раза. Три раза, да. Либо отсюда. Либо отсюда. Правда? Каждый раз от P2-M. Возникает не только эдеминация. То есть только квадратом 4 мы начнем снаружи. Да? А здесь возникает тераковская скелка. Да? То есть будет плюс квадратик 2-M. А здесь открываю скобку. От первого спаривания. Что остается? От вот этого. Представляем здесь гамма-μ. Здесь тоже гамма-μ. Да? То есть будет что? А посередине Е1 со шляпой. То есть минус 2 Е1 со шляпой. Да? Минус 2 Е1 со шляпой, да? То есть будет минус 2 Е1 со шляпой. Минус 2 Е1 со шляпой. Остальное все? Остальное все то же самое, да? Остальное все то же самое. То есть я должен... Это я написал. Значит идет... Что это? Е2 со штряпой. Вот эти все я не пишу, я их отдельно написал, все это почти не мы с P смотрим. То есть в этой скобке я беру только P, в этой скобке я беру только P, в этой скобке я беру только P. То есть будет Е2 со штряпой, а там будет P0 плюс K2. П0 плюс K2 плюс M. Вот так вот. Это вкладок первого спаривания. Теперь есть еще какое спаривание? Вот такое большое, второе спаривание. То есть из этой скобки я беру только P, из вот этой скобки я беру P0 плюс M, а это не беру. А из этой скобки я беру только P, а вот и не беру. Да, здесь возникает, надо аккуратно говорить, у меня в этой скобке есть 3 гомоматрицы посередине. Раз, два, три. А есть 2 гомоматрицы посередине, когда я отсюда беру Е, отсюда массу. Отсюда и ехать, да? А если 3 гомоматрицы посередине, то чему я выбираю? С гомомином, а B с гомомином, чего равно? 4 гомоматрицы посередине. А если 3 гомоматрицы A, B, C, то там минус 2 наоборот. Ну вот давайте аккуратно, аккуратно, вторую сверху сейчас запишем. Минус 2 вынесу наружу. Минус 2 вынесу. Тогда у меня первое сражаемое это гомоматрицы наоборот. Т.е. будет E2 со шляпой, B0, E1. И это все умножается на то, что здесь осталось. А здесь, нет, здесь у меня ничего не осталось. И есть еще такой вклад со скалярными произведениями, да? Т.е. будет минус 2, N масса и скалярные произведения E1 на E2, да? E1 на E2 со шляпой. Пожалуйста. Вот это все написано вклад от второго спаренда. Вот такой вклад. Здесь спаренок мазается обратно. Т.е. сначала идет E2, потом идет B0, а потом идет E1. 2, потом E1, да. И последнее, третье спаренок мазалось. Вот он. Каков его вклад? Т.е. отсюда беру только P, отсюда беру только P, да? А отсюда по 0, минус 1, да? Минус 2 тоже сразу выношу. Минус 2. Минус 2. Повыскание гамма-минус А с гамма-минус А с гамма-минус. И здесь минус 2 А, да? Минус 2 вынес, отсюда осталось P0, минус К1, плюс N, да? Из первой. Здесь E1 со шляпами. А здесь у меня возникло просто минус 2 E2 со шляпкой, да? Вот так. Это от третьей возможности собрать P2. Собрать P2, который не принимает гравы, да? Скобочка закрылась. Вот такая фигурная скобочка закрылась. Фигурной скобкой стоит, напоминаю, либо гамма-минус А5, либо гамма-минус А5. Правильно? И трейс закрылась. Трейс закрылась. Так, как-то мне не долго стирать, это мой интеграл, да? Ну давайте смотреть, что у нас происходит. Так. Ну давайте, вы в тетрадках сорганизовать можете получше. А здесь по отдельности вижу, просто рассматриваю все слагаемые. Начнем с членов пропорциональных P2. Да? P2. Я буду тряпочки стирать, а вы немного подпишите. Значит, минус 2 я могу наружу вынести. Правильно? Минус 2 наружу х, тогда здесь будет минус P2 пополам. А отсюда везде минус 2 убираем. Минус 2 убираем. Минус 2 убираем. Минус 2 убираем. Дальше. Какого типа следы у меня возникают? У меня есть либо гамма-минус А5, либо гамма-минус А5, да? Если у меня число матриц перед гамма-5 меньше, чем 4, то трейс нулевой, правильно? То есть у меня нервулевой трейс возникает, когда у меня есть трейс. Вот у меня какие цветы есть? Давайте я их запишу. Вот такого типа трейс, гамма-минус, гамма-5. А здесь 3 матрицы АВС, да? И трейс. И вот такой трейс. Гамма-5. А здесь 4 матрицы АВСД. Гамма-5 у нас есть и гамма-0, гамма-1, гамма-2, гамма-3. То есть здесь знак плюс. То есть как мы всегда договорились, да? Поэтому вот этот след равен чему? Во-первых, минус 4 у следа. Во-вторых, раз гамма-5 то и будет. Да? И... И... Эпсилон. Эпсилон. Эпсилон мю-1, мю-2, мю-3, мю-4. А мю-1, бю-2, мю-3, мю-3, мю-4. Правильно? Эпсилон. Давайте для краткости вот это выражение и будем обозначать как смешанное произведение 4 из 2. АВСД. Вот так вот. Чтобы Эпсилон с собой вытащить. А это чему равно. Ну, то же самое плюс. Только минус, да? Надо правильно коммутировать один раз. Вот так вот. Эпсилон мю-1, мю-2, мю-3. Эпсилон мю-2, мю-3. АВСД. 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 Согласны? Знак плюс. Да? Потому что я вот эти нужно транспортировать, чтобы эта форма не стоила. Давайте для краткости вот эту комбинацию будем обозначать, АВСД и сверху мю. Чтобы покороче говорить. А это, соответственно, у нас есть минус 4 и АВСД. Это просто обозначение, да? То есть такая круглая скобка, это квадратичь 4. Если есть индекс мю, то и квадратичь 3. Такие обозначения, более-менее удобные. И смотрим. Вот, для примера, возьму какой-нибудь член с массой. Например, вот этот, да? Вот этот член. А чему он следовать неуравен? С гаммой. С гаммой большой. А с какой гаммой? А и в той и в другой. И в той и в другой. Ну, правильно. Потому что здесь этот член будет либо гаммой, либо просто гаммой, либо гаммой, гаммой, гаммой. Трейс от этого нумерного. Да? Нумерного цена. То есть от этого ничего не будет. Где вот что-нибудь будет? Какой вклад? Где есть 3 гаммоматрицы, да? И зацепляться они будут за гаммой, гаммой, гаммой. А за это не будут. Правильно? Ну, тогда давайте посмотрим, как это выглядит. Как это выглядит. Я могу переписать это следующим образом. У меня этот интегратор не мешает, если честно. Вот так, мешает. Вот. Ну, нам нужно вот этот коэффициент, фактически, запомнить. Оставляю все. Давайте. Он у нас в тетрадках аккуратно переписан, да? Я его сейчас сотру, а в нужный момент вы его мне напомните. Ну, по-английски, то, что вы сейчас на тому протоэффициент, что причин нет. Да. Мы просто упрощаем след. У меня след, надо будет его упрощать. И начнем мы с этого куска. То есть первый кусок нам дает такой вклад. Это есть минус сквозь квадратик пополам, да? Фрейс, гамма, гамма. И здесь я должен оставить только три гамма-матрицы, да? Смотрите, причем, что я могу делать. Я могу эти гамма-матрицы друг с другом антикоммутировать совершенно спокойно. Почему? Потому что их антикоммутатор дает эскалярное произведение. И это эскалярное произведение будет следовать перед меньшим числом гамма-матриц. Которая следует на любой. Согласны? То есть это три гамма. Поэтому я их пишу единопразно. Видите? Напишу так. Здесь на первом месте Е1. На втором месте Е2. У меня вот член. Есть вот и вот. Да? Вот я так много вам запишу. Да? А теперь вижу, что перед ними есть. Отсюда пошло П0 плюс К2. Да? П0 плюс К2. На шляпании. От вот этого влагаемого. Я Е1 два раза трантикоммутирую. Один раз сюда. Другой раз сюда. Да? Е1 плюс П0. А здесь я вот этот П0 через них два раза перетащу. Да? Вот вместе с К1. Да? То есть будет плюс П0 минус К1. Согласны? Да. Все закрылся вслед. Да? Что у меня здесь образовалось? Здесь образовалось 3 по 0 минус К1 плюс К2. Да? Здесь у меня стоит 3 по 0. Ну и так напишу. Минус К1 минус К2. Понимаете? Что такое П0? П0 это есть. Вот П0 написано. Да? Это есть Z умножить на ХК1 со шляпой. Минус Х4 К2 со шляпой. Да? Минус К1 минус К2. Понимаете? Вот эта вся штука, она стоит в числителе интеграла. В числителе интеграла, по которому знаменательство и гречен по х и х то. Как эту симметрию можно использовать? Ну, вот если... Глядите, у вас в числителе стоит выражение, длининенное по х и по х чертой. Да. Мы с таким уже сталкивались в первом симметрии. Да? То есть можно к интегралу прибавить такой же интеграл заменой х на х чертой, правильно? И пополам поделить. Следовательно, каждый х и каждый х чертой заменятся при этом на что? Сложили и делили пополам. Что получилось? То есть я взял интеграл сексон, убавил к нему такой же, где есть х с чертой, и делил пополам. Одна вторая пополам же делил. То есть в линейных выражениях, вот если у меня есть линейное выражение, то я там просто могу заменить на х и х чертой заменить на одну вторую. Правильно? Вот я это всё равно так. В смысле того, что интеграл у меня идёт по симметричному выражению. Здесь я это подчеркну. Там у меня стоял z квадрат х и х чертой х квадрат в кури, да? За счёт того, что здесь у меня симметричное выражение появилось на х чертой, да? То вся вот эта скобка мне заменится, давайте вот сюда напишем, заменится на что? на 3 вторых z за минус 1 и на k1 минус k2. Согласны? Да. Нигде ничего не потерял, да? Здесь одна вторая, здесь минус 1, да? Отлично. Тогда мой интеграл. А, не мой интеграл, а мой след. Чему равен? Из гамма большой я должен играть только гамма вью, 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 гамма вью. То есть у меня вот такого типа следует, правильно? Вот такого типа. То есть это будет 4 и и у нас зачат. Да? Давайте это и напишем. То есть это всё перешло туда. Минус p квадрат пополам, да? А вот здесь вот собралось всё в 4 и и вот этот мой значок с индексом ню. Потому что я из гаммы только гамма вью взял, да? Гамма вью, гамма вью. То есть будет e1, e2 и k1 минус k2. Индексом ню. Это вон наше обозначение вон там. Да? И умножить на что ещё надо? Что осталось? Я это написал, а что осталось ещё? 3 вторых метров. Вот это сколько осталось? 3 вторых метров, минус Z, да? 3 вторых метров. Вот вклад нашего последнего пуска. Да? Второго пуска с p квадратом. Он будет вот такой. Хорошо. Так. Это я смотрю, чтобы сидеть. Дальше двигаемся. Дальше. Давайте вот что сделаем. Теперь мы должны просматривать кусок. Второй. Второй. Сейчас я в нём просто буду раскрывать скобки. Раскрывать скобки и оставлять, смотрите, какие слогальные. Которые k1 и k2 содержат. Которые k1 и k2 содержат в ленинах. Которые k1 и k2 содержат квадратично. То есть вот так вот их отфильтруют, да? Умею право, да? Ну, следите, как я это делаю. Это член, который k1 и k2 не содержат. То есть здесь беру только это, а здесь беру только это. Он у меня выглядит как? Это есть p0 плюс m на e1 по шляпу. Здесь будет p0 плюс m, e2, а здесь p0 плюс m. Дальше, следующее слогаемое, я их так в столбик напишу. Которые содержат k1. То есть линейные по первому идутся. Глядите, здесь стоит минус k1 на e1 со шляпой, да? Я их могу про-антикоммутировать, верно? Потому что минус k1 на e1 со шляпой. Я могу написать, что это есть просто что? e1 на k1, правильно? Потому что скалерное произведение замуляется у нас в нашей коридровке. То есть вот этот член будет как вымерить? Это будет e1 со шляпой. e1 со шляпой k1. Знак минус избавился от знака минуса. А здесь у нас все, что осталось. то есть p0 плюс m, e2, p0 плюс m. Правильно? Теперь отсюда точно так же оставляю линейное слагаемое только по k2, да? т.е. k2 вытаскиваю, а здесь у меня будет p0 плюс m, p0 плюс m, e1 со шляпой, p0 плюс m. А здесь осталось e2 и k2, как и осталось. e2 и k2. То есть линейное по k2 слагаемое я написал, да? И осталось слагаемое квадратичное, да? По импульсу фотонов, которое содержит k1 и k2, да? Оно вроде как выглядит. Здесь точно так же про антикоммутирование сразу. Т.е. будет e1 со шляпой на k1, да? e1 на k1. Вот это как было, так и осталось. Вместе с ним, да? А здесь будет... Что надо сделать? Просто написать e2. Только 2. Вот так. Согласны? Вот давайте все эти четыре слагаемое сейчас с вами упростим немножко. Как мы будем упрощать? Опять что-то шляпка надо написать. Ну давайте последовательно. С первого начнём. А мы помним, что все эти слагаемые, они у нас стоят под следом с гаммами-гамокаси, да? Поэтому все здесь прям будем кидывать. Вот давайте я сделаю сейчас следующее. Вот если я возьму и про антикоммутирую вот эту скобку, про антикоммутирую с e1, да? В результате у меня возникнет скалярное произведение, да? В результате антикоммутирования скалярное произведение. И перед этим скалярным произведением будет стоять либо гаммами-гам опять, либо гамм опять. Ну все, правильно? Давайте, поранее коммутируем. Чем и такое получится? Мы уже минус равен 0 в квадрате. Плюс m умножить на e1 со шляпой. А я сейчас уже взглянусь. Где? Что не так? m в квадрате. Нет? Конечно. m в квадрате. Спасибо. И это 1, 0% И 2 скалярного произведения возникает. Плюс 2 по ноль e2, скалярного произведения, по ноль, по ноль e1, по ноль e1 умножить нам quantity 2, и по ноль e2, по ноль e2, и по ноль e1. Пойду. Дальше начинаем преобразовывать, мы от первого будем брать след, поэтому я пишу неравенство, а стрелочка То есть все, что дает нелевый след, мы отсюда влетим Если я возьму, давайте вот это слагаем, рассмотрим Вот от него будет ситуация, если я теперь от него буду брать след с гомо-5, либо с гомо-бю гомо-5 Если с гомо-5, то 0, а если с гомо-бю гомо-5? Только это 0, который был Только это, это и это, да? Но, если у меня среди А, В и С есть хотя бы два одинаковых, то в синей эпсилу на это 0, понятно? Поэтому все вот это слагаемое, все вот это слагаемое, вот это лучше на геморит, да, при взятии следа А от вот этого что останется? С кем она не 0 будет? Ну? С гомо-бю гомо-5 Только гомо-бю гомо-5, только вот это слагаемое, правильно? А массу могу выкинуть, да? Ну, давайте подставляем М квадратик плюс минус 0 квадратик, а что такое? Это будет М квадратик плюс З квадратик х и х четвертой ку в квадратик, да? Что-то это коэффицировано Вот это А здесь стоит П 0 Ну, как есть, так и все То есть Е1 со шляпой, Е2 со шляпой, да? Вновь на полногу со шляпой Сейчас вот так Окей С этим разобрались слагаемое Забрались Следующие образованные Вот это слагаемое Ну, как здесь можно действовать? Ну, точно так же я хочу от П 0 Е1 избавиться, да? Чтобы у этих скобок было поменьше, да? То есть я антикоммутирую Ну, скажем, вот это антикоммутирую вот сюда, да? Получается выражение тогда какое? Здесь возникает сразу радость квадрата, да? То есть минус П 0 квадрате, плюс Н квадрате Н квадрате Н квадрате Н квадрате Е1 К1 Е1 К1 Е1 Е2 Есть такое слагаемое, да? И от скалярного произведения От скалярного произведения Возникает П 0 квадрате П 0 Е2 П 0 Е2 Е2 П 0 Да? Двое на скалярное произведение Здесь еще остается Такого То есть Е1 К1 Е1 К1 Е1 И К1 Е1 Е2 Е3 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 что она здесь нет еще вот так что такое я хочу более-менее стандартной формулой привести Е2 сюда протекоммутирую, чтобы она красивее выглядела то есть будет минус, а вот эта скобка можно n в квадрате, z в квадрате здесь скобка знак минус Е1 Е2 К1 здесь уже антикоммутировать спокойно могу потому что столярные произведения все дают меньшее число данной матрицы это я вот эту скобку написал теперь что такое P0 Е2 давайте подумаем P0 скобка ВЕ2 это есть z x k1 минус x4 k2 скобка что остается скобка к2 k2 что такое это 0 то есть только k1 остается правильно то есть это есть z в x а k1 e2 верно? то есть здесь я переписываю плюс была дворочка здесь плюс 2 z x а k1 e2 и e2 а здесь как напишу P0 это у меня что такое? z xk1 минус x4 и k2 правильно? xk1 минус x4 и k2 и вот это и вот это k1 на k1 со шляпой это что такое? 0 да? 0 то есть вот этого не будет куста останется только кусок k2 да? поэтому я могу здесь написать так x x4 да? не забыть, кто у меня здесь знает минус еще стоит вот это правильно? значит плюсом у меня будет минус 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 и что остается? e1 k1 k2 и k2 и и и и и и и и и согласны? да или нет? реакция какая есть? все правильно? вроде все правильно хорошо давайте дальше двигаться следующее слагаемо следующее слагаемо что? z в квадрате что? там есть минус 2 z в квадрате да z одно у вас отсюда другой раз отсюда да правильно правильно молодец хорошо хорошо потому что здесь 2 раза по 0 преобразованный да? один здесь другой раз там ага отлично раз раз следующее слагаемо к переходу да? на 1 точно так же антикоммутируем вот так смотрите это можно сразу с вопросом очень много заболеваний ага а единичка на двойку оно выглядит смотрите внимательно оно выглядит точно так же как первое как вот это второе только замена единички на двойку да правильно? но еще перестановки да смотрите при перестановке при перестановке что у меня происходит? вот я вот это сюда тащу у меня возникнут какие-то скалярные произведения в которых вклада нет да? то есть я могу вот это перетащить сюда да? и тогда оно будет выглядеть так же как это только заменой 1 на 2 значит ну и ну и так давайте давайте сразу напишем чему-то давайте сразу напишем давайте так давайте еще раз еще раз вот так вот посчитаем и убедимся что мы знаем правду что при перетаскивании сюда у нас никаких скалярных произведений не возникло да? ну давайте это довольно быстро п0 плюс m опять перетаскиваем сюда да? то есть будет минус п0 в квадрате плюс m в квадрате на e1 e2 k2 да? и плюс два скалярных произведения плюс 2 e1 на п0 скалярное произведение вот это да? а здесь будет p0 плюс m p0 p0 плюс m p0 p0 плюс m e2 k2 e2 k2 да? опять массу с вами выкидываем при ней вот сколько вам массе маленькое будет да? e1 на p0 это что такое? e1 на p0 оно за к2 зацепится правильно? 0 на p0 это что такое? то есть минус z x k2 e1 правильно? поэтому здесь будет стоять как? будет стоять m квадрат и z квадрат x в квадрате это я переписываю вот это e1 e2 e1 e2 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 x4 e1 k2 e1 e1 а здесь из k0 я и у меня e1 и e2 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 c1 e2 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 t1 e2 Первое, значит, будет z квадрат x, опять сюда, и последовательность крючка k1, k1, e2, e2, и, как сказать, мы k2 Вот такое выражение мы с вами получили И действительно, смотрим, если бы мы здесь заменили 1 на 2, 1 на 2 бы поменяли, так бы здесь бы порядок изменился А вот мы их снова переставили, и знак поменялся, как и положено Здесь колярное произведение одно в другое переходит, а вот здесь я могу k1 перетащить в самую крайнюю позицию два раза И будет вот это выражение замена 1 на 2 То есть действительно можно было отсюда сюда перейти, просто уметь 1 на 2 И самое простое, смотряем на осталось, вот это От 0 вклад будет какой-нибудь? 0 Еще раз здесь, смотрите, это zf x, k1 со шляпой, минус x4, k2 со шляпой Андрей Это не будет, потому что у нас Почему? 4 гамма-матрицы вместе с гамма-5 сворачиваются Потому что это алига 1, либо пойдет с k1 прибега 2, с их прибега 2 Но их не 4, их 6 Раз, два, три, четыре, пять, шесть В этом случае k1, k2 есть? Конечно, здесь есть k1 в квадрате Нет, не то, что k1, k2 есть Здесь есть k1 в квадрате, это есть 0 Здесь k2 в квадрате есть Ну, правильно, если я так, то правильно То есть вкладах у меня у нас не будет никакого Да? То есть мы можем написать, что это просто равно Даже без преобразования Это есть масса Масса умножить на e1, k1, k1, e2, k2 Давайте в стандартном порядке напишем Когда мы сначала едут e Т.е. с помощью антикоммутирования При взятии следа я помогу делать, да? Потому что все скалентные произведения дают дрейсы с меньшим числом квадратов, чем 4 Будет минус m, минус m, e1, e2, k1, k2 e1, e2, k1, k2 Вот так Согласны? Вот теперь надо нам все вместе собрать Все вместе надо собрать Так Что-то есть немножко Так, давайте я вот здесь вот Ну вот обозначения вы запомнили, да, такие? Да, 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 да Вот этот минус, вот, вот, включились, да, то есть когда у меня есть 4, у меня есть минус в прессе, да А остальное все понятно, так, у меня все стираю здесь, чтобы не несколько Ну что-то трустить Да, слушай Так, вычисляем след от всех наших вариантов Здесь мы след вычислили, смотрите, трейс, как взят Давайте вот здесь то же самое сделаем Здесь тоже возьмем след Здесь можно еще упростить как-то можно, нет? Т.е. по ноль у нас это что такое? Это xv на xk1 минус x4k2 Вот так вот, да? Пусть как-то особо здесь не прощается, да? Давайте берем след этого выражения Тогда что у меня будет? Будет z, так, во-первых, 4pi, да? У меня возникает 4i, 4i, z, m в квадрате, x в квадрате, x в квадрате, x в квадрате Согласны? Вот здесь нельзя так трюк использовать по замене на одну сторону, верно? Потому что множество это стоит в выражении от x зависящее Или можно? Или можно? Ну, что-то, если там у ароматик будет Или можно? Ароматик будет x Вот могу из них там за здоровье забудуть, или нет? Икс и икс, чертая, не симметричная Вот симметричная Вот фазочка на тела данного отражения, x в квадрате Так что, на q2 можно заменить? Можно Можно, да? То есть все здесь упрощается, правильно? Потому что никогда симметрично И знаменатель у интеграла нашего В общем, интеграла, знаменатель, он тоже симметричный, да? То есть прибавляя к этому выражению, какое, то есть замеры x на x чертой и деля на два Каждый из трехцов я могу заменить на одну сторону, да? Давайте я тут получаю стему Я из красотрова, то я пишу А оттуда у нас тут и вылезло из шпад И из взятия следа вылезло У меня здесь след от четырех грамма матриц будет, правильно? Раз, два, три И еще грамма-мир, грамма-пять Это было четыре и налоги на значок А, ну, а Тут же еще грамма-пять, да То есть я беру след от вот этих матриц с грамма-мир, грамма-пять, да? Правильно? Мы говорили, что цвет A, B, C Мы называем здесь четыре и три А, B, C, U Правильно, Кирилл? Да, 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 да Вот я и мне написал Окей, ну, двигаемся дальше Здесь вот что будет Здесь вот что будет Здесь тоже будет четыре и бухты, да? Здесь три матрицы, здесь три Тоже будет четыре и Четыре и Умножить на Умножить на Тоже есть минус, да? То есть минус М в квадрате Плюс З в квадрате Х в квадрате Умножить на как e1, e2 и k1, правильно? Согласны? Вот это упростил. Минус, вот этот минус, з в квадрате x и в четвертой Сколярное произведение k1, e2, k1, e2, а здесь будет e1, k1, k2, минули И скобка 4i закрылась. 4i вообще везде общий. Так, здесь у меня выражение точно такое, только заменой 1, 2, 2, правильно? То есть будет 4i. Давайте так. Вот здесь вот, это ку-минус, и я его буду сюда. Этого сомнения же права. Просто что, просили меня, да? А здесь будет m в квадрате плюс z в квадрате x и в четвертой и в квадрате умножить на e1, e2, плюс k2, да? e1, e2, здесь k2 с плюсом является. А здесь то же самое, минус 2, минус 2 за квадрате x и в четвертой k2 и в 1, k2 и в 1, чё? Как бы мне покрасили это записать, чтобы оно сверху было связано? Т.е. e2, k2, k1, правильно? e2, k2, k1, согласны? Я правильно сфунктировал. Вот это перетащил сюда два раза, да? Правильно? И последняя вот эта штука, да? Здесь четыре гамма-матрицы, правильно? Четыре, значит, оно из гамма-больших возьмет гамма-пять, да? И будет все гамма-пять с a, b, c, d, минус 4i, a, b, c, d, да? Наш значок. Т.е. вот эта вся штука перейдет в 4i, да? Один раз минус, и второй раз минус. От L на e1, e2, k1, k2. Вот такой выраженный получился, да? Правильно? Отлично. Давайте записывать ответ для следа. Вот у нас он в самой верхней строчке записан, да? И вот мы его по кускам посчитали. Как вам сказать, как? Правильно, скажем, 4i. В общем, пишем, чего-то все равно. И, наверное, за 4i дни разумно вынести, да? Или посокращаем волчание по-сихому. Здесь двойка, здесь двойка. Давайте обратно. И можно вынести. И вынесем. И вынесем. Так, перед b квадратом. Вот у нас какое выражение случилось. Т.е. будет... Проверяйте, что сейчас... В b квадрате умножить... Там двойка туда помест будет 3z минус 2. Обязательно минус 2. И умножить на... Е1Е2К1 минус К2 нет. Е1Е2К1 минус К2 нету. Е1Е2К1 минус К2 нету. Такое выражение, да? Ну, официально. А по идее же они все делятся на череса пятульки. Это... Е1Е2. Да. То есть все правильно надо. Вам запятую здесь не хватало? Да Я именно написал Так, теперь собираем вот эти 4, давайте собираем начнем Оно простое, да? Оно идет со зваком плюс 4m 4m Обратите внимание, здесь индекс кистость, а там индексы нет Потому что мы это примерно считаем для двух Что? Это у вас гамма 5 Это для гамма 5 Вот тот кусок для гамма 5 Вот такой кусок Для 1,2,1,2 Для 1,2,1,2 Вот такой кусок Правильно? Прибавить Прибавить Так, вот это все в угол уберу Ага Ну и ни с чем не сморачиваются Вот этот ответ Отдельно для ФУС-гамма 5 А этот ответ для ФУС-гамма 5 Мы просто их вместе от одновременно пишем Вот такие вот Вот такие вот ФУС-гамма 6 ФУС-гамма 6 Что нас задал этот вектор Да, да, да Так, теперь вот эту опцию надо собрать. Смотрите внимательно, что у нас здесь получается. Во-первых, есть такая скобка, вот такая, здесь, дальше здесь, и здесь, вот посредние два стадемов, видите, это и это, они сыграются вот в такую скобку. Правильно? Такую скобку, что вам надо бы влияло. Коэффициент, сейчас напишемся. Значит, коэффициент перед ними, вот этот общий коэффициент, да, плюс, 4, это у нас стоит, 4, m квадрат, m квадрат плюс z квадрат, так, и с чертой по квадрату, верно? Мы вынесли, и структура у нас такая, e1, e2, k1, минус k2, мютр, да? И, так, четверку, может, у меня внутрь, давайте четверку, внутрь квадрат, сколько сейчас я запишу, 4, значит, здесь у меня останется что, 2z, 2z, 4 и на второй стороне, да? 2, и здесь что, z было? 2z, 2z, а, что? Минус 1, не поймем? Минус 1, нет, не извините, 4, я четверку попихнул, да? Здесь кратинка, 2z было, минус 4, 2z минус 4, правильно? Правильно? Это подчеркнутые вам несколько линий слагаемые. Согласны? Согласны? И вот эти остались. Напишу их так. Минус 8, и 8, и 4, и 2, а, и 1, и 2x. Минус 8, z в квадрате и x в чертой, z в квадрате и x в чертой, вынес, да? Вот их мы сейчас будем с вами обращать. А здесь стоит, ну, в каком его обращать? У нас второй статус, е 1x, е 2x, е 2x, а перед ним стоим, е 2x, 2x, 1x. И плюс такое же слагаемое заменой К1 на 2 То есть Е2, К1, а здесь будет Е1, Е1, К1, К2 Н Закрылась вот эта скобка, а у меня была одна большая Согласны? Все правильно написал Е1, К2, Е2, К2, К1 Вот так Давайте, чтобы у нас все правильно было Я, на всякий случай, в бумажке сверюсь А вы пока подумайте, все ли вам понятно Вот, перейдем на дисплее И сейчас мы получили с вами промежуточный ответ Проверим, значит, перед П квадратом стоит П квадратом с минусом 3Z-2 3Z-2 есть Е1, Е2, К1-К2 есть Это есть Плюс 4M, 4M, Е1, Е2, К1-К2, а этот есть Вот это М квадрат плюс Z квадрат X, X4 квадрат есть Здесь будет Е1, Е2, Е1, Е2 1-К2, опять же, структура как самая первая Умножить на 2Z-4 Это все правильно Здесь Минус 8Z квадрат X, X4 Правильно Е1, К2 Е2, К2, К1 Плюс наоборот Все правильно посчитали Мы все правильно посчитали Пока вопросы какие-то есть По технической части Все понятно А теперь давайте вспомним одно Ангибраическое соотношение Вот взглядая на это вращение видно, что здесь что-то многовато По структурам Лоринцевских структур, если мы для гомомегов опять смотрим Их довольно много получается Одна здесь, другая здесь, другая здесь, другая здесь То есть 3 штуки Вот такая взгляда 3 штуки Их можно упростить Да, можно использовать как раз Соотношение с шутерами Шутер Сейчас мы его вспомним с вами Я, благим из вас В первом этом семестре Давал задачку И говорил, что эта задачка Она понадобится В конце этого семестра И от этого впечатления От нее в жизни не осталось Но сейчас я напомню, о чем будет речь Задачка была такая Отказать такое тожество Тожество Я не уверен, если я правильно Делала трансгитерацию Но вроде бы Фамилия Фамилия Переводится как шутер Тожество такое Если это Ветров μ μ μ μ мю 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 μ � мю 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 ну или вектор, можно его для вектора какого-то писать и ε, плюс, как он устроится μ не трогаю, а все остальные индексы по циклу двигаю g μ μ 2 ε μ 3, μ 4, μ 5, μ 1 плюс по циклу двигаю g μ μ 3 ε μ 4, μ 5, μ 1, μ 2 плюс g μ μ 4 плюс по циклу двигаю г μ 5, μ μ 5, μ 1, μ 2, μ 3 и последнее слагаемое g, μ μ 5, μ правильно перекрываете и что будет? μ 1, μ 2, μ 4, правильно? да h-0, u так значит это какое-нибудь обращение, похожее на какой-то обращение дружinquennoo и Коби или cheен.... нет, нет, нет точес不对 Коби это некая какая фундиментальная структура в ее основе перестроение алкоголь И и так далее а здесь все гораздо лучше здесь это точестно фактически есть некое следствие потому что Если у вас есть 10 кроликов и 9 клеток, которые вам нужно обязательно по ним распихать То хотя бы в одной будет 2 кролика, правильно? Хотя бы в одной будет 2 кролика То есть, что есть в кролике и что есть в клетке Если у вас 4-мерное пространство, пространство 4-мерное, то есть клеток 4, да? А индексов не отчимы 2, 3, 4, 5, 5, то есть кролики, да? То среди этих кроликов, следующие были черные клетки Хотя бы 2 индекса будут одинаковые, правильно? 2 индекса будут одинаковые Если они одинаковые, то скажем, у меня 1, равен 2 Они все симметрично входят, поэтому можете Если у меня 1, равен 2, то этого нету, да? Этого нету, этого нету А это слагаемое и это слагаемое, как вы уже видите, один противоположный знак Потому что если вы переставляете по циклу внутри 4-мерного f на индекс, то меняется знак, да? Это помните? У 3-мерного не меняется, если по циклу переставлять индекс, а у 4-мерного, если переставить, то знак не меняется, да? Поэтому они сокращаются и все В общем, это все доказательство То есть, точкой стороной Достаточно постойно, да? По своей структуре Означает, что если вы с векторами сохраняете его, скажем, По mu с одним вектором По mu1,2,3,4,5 с другим вектором Это будет означать, что в 4-мерном пространстве У вас любые 5 векторов будут линейно зависимы Вот это будет соотношение То есть, можно еще геометрическое ОК, давайте теперь Попробуем с помощью этого торжества упростить наше выражение Ну, видно, что здесь приятными структурами имеются вот эти структуры, да? То есть, попробуем к ним все свести А для этого упростим вот эти структуры Вот эти штуки, да? То есть, вот рассмотрим Подчернутое слагаемо, да? Я его так изображу Ой, здесь mu, да? А здесь я вести mu5 Как мне его написать? Подчеркнутое слагаемое Это и следующее Это и есть Здесь E Ну, давайте так E1 Так K2 Mu А E1 со звездочкой Mu1 Да? А здесь будет стоять Эксилон Ж Mu1 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 Придется по новой описать Обозначения плохие Идем Здесь будет B То есть, здесь mu1 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 E2 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 Mu2 Mu2 Mu3 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 Mu4 Mu4 И умножить на что? Мусой Классни Классни? Классни? Ну, дауно Существуют к просьбе Мусую Дауно Мусе Классни? 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 Потому что, что здесь написано, это есть ε µn2 µn3 µn4 по определению на b2, b2, rk2, b3, k µn4. То есть по определению вот этого значка, это вот есть такая сверка. Ну а давайте, кто-нибудь из вас видите, давайте сюда видите. Давайте применим это точнельство. Бета оставляем на месте, так как здесь мы имеем в виду. Если вот эту одну штуку выражаем через все остальные. Да, вот эту штуку выражаем через все остальные. Вы можете прямо здесь написать. Скобка 1 на месте. У нас что получается? Мы смотрим в этом на месте. В этом на месте оставляем, а остальные вращаем. Да, ну смотрим, значит, ну давайте μ берем. Мы ее берем, когда он будет ε. Значит, чего у нас получается? В эту сторону двигаем, да, мин 2 получается. Это µn4 µn. Ага. Вот. Вот. Люс. Люрея. Минус. У вас все сознательные минусы будут. Да, согласен. Здесь минус. Здесь минус, да. gbeta µ2. Эпсила µ3 µ4 µ1 µ2. Ага. Здесь минус. Здесь минус. Да, конечно. По пятой изнутри чехи. Нет, давайте по пятой попробуем. Здесь минус. Так. Мы теперь сворачиваем. То есть смотрим, что у нас получается. Давайте поглядим сразу, прежде чем мы сворачиваем. А, ну здесь 2, 2, 2. То есть у нас будет, скажем, g, с этим это 0 будет. Потом где у нас бета, бета у нас выписано никуда не будет. То есть какое g за нулится? Бета. Вот это вот. Здесь бета, кстати, была, да? Это бета. А, ну это бета, бета. Ага. Значит у нас бета получается и мю 2. Бета с мю 2 за нулится, правильно? Потому что k2 на e2 равно 0, да? И с мю 3 тоже. И с мю 3 тоже, потому что k2 в квадрате равенную. Да? И с мю 3 тоже, правильно? Да. Отлично. То есть осталось 2 слага разложить. Да. А вот эти кричу в квадрате. Получается... Так, ну, даем вот в квадрате. У нас получается следующее. То есть минус общего веса. Минус. Потом k2 будет умножаться на... Сейчас найду его. То есть как, ну, бета составляется в мю? Ага. 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 Вот. Потом идет эпсилон. Ага. Эпсилон у нас идет... Мю 2. Мю 2 это кто? Ну, высота. А, ну, высота. Ну, высота. И да, или к 2 у нас в звезде не содержит. Вот. Потом, соответственно, если мы и циклический, мы снова сделаем а с минусами. Мы можем просто переписать... А потом. А потом перебишите пока Аааа. Значит аааа... Что? Выйдет из мю... В циклический почему? Правильно, минус будет, да? Стретчесть. Но вы, если в Эпсилоне степически переставляете в четырехмерном, у вас минус вылезает. Я же об этом сказал сегодня. В трехмерном случае его нет, а в четырехмерном есть, да? То есть Эпсилон... Ну и, так сказать, что мы собирались. И это с другой момент, но я бы была большая часть, но я бы не знаю, что с другой стороны у нас их делали, что внутри дыка это всё это все вверх. Да? А, вот, и соответственно, у нас бьет один, а и вот, и в этой неделе. У нас мюльцы идут, там бьет только фигмами, а ну, это и в девчонках! Как он бьет, у него что? И у нас бьет, и у нас бьет этот бьет... Е2 сопряжённый, а К2, значит, третий у нас... Е1, Z3, да. Нет, там Е1. А, Е2 получается. Е2 получается. И, соответственно, К2, и ещё МС3 здесь. Да. Вот. А там была БТ... БТ-МИОНИКУ было 4, там была... Прозвольте, е1, З3. Извините, мне сейчас идти надо. Я буду записан на пол первого. Хорошо. БТ-МИОНИКУ было 4, а Е2? Скорее, на это изведение. Да, Е2. Е2. Это К1 на К2. Бета-мё-4, да? Бета-к4. Это К1 на К2. Бета-мё-4 это К1 на К2, да. Вот. У нас получается тогда следующее. У нас получается, если мы там типическую без кнопку сделали, у нас получается К2 нюх, вот, здесь смотрим, у нас Е1. Давайте в таком же порядке напишем, как у нас вот это с наглядной. Уже. То есть Е1 Е2, К1 К2. Ну, оно так и по-русски так же. То есть когда нужно порядки записывать, тогда мы еще индексы раз поменяем. Ну, то есть мы сквечную переломку делаем, еще раз индексы меняем, у нас индекс все-таки сохраняется. Да, и плюс сохраняется. У нас получается Е1 сопряженная. Е2 сопряженная. Е2. Так. И плюс. А 1 К2 это что у нас такое было? А 1 К2 это была 1 К2. Это было 1 К2. Это было К2 пополам, да? Плюс К2 пополам. Так, К2. Вот. И здесь у нас получается Е1 сопряженная. А 2 К2. А 2 К2. Ну, можно. Отлично. Замечательно. Тогда глядим на наше выражение вот в этой большой круглой скобке. Сюда. Да, Андрей? У нас здесь два слагаемых. Одно такое, а другое точно такое же с заменой 1 на 2. Правильно? 1 на 2. Значит, если я здесь заменю 1 на 2, то она перейдет во что? Вот эта скобка перейдет. Да. 1 на 2. В себя перейдет. Они просто две трехпозиции, да? В себя перейдут здесь К1. Да? Вот. А вот эта штука, если я хочу сохранить порядок здесь, чтобы было Е1, Е2, да? Она перейдет в минус Е1, Е2 К1. Да? Правильно? Ну, вот давайте. Сейчас тоже эту штуку мы сотрем. Сотрем. И внизу вот этой нашей скобки подпишем, что у нас вместе получается. После того, как мы их... Это скобляемое, скобили с таким же скобляемым заменой 1 на 2. Так. Ну, вот это что-то приходит в себя же, а потом в минус 2. Не-не-не, не в себя. А, ну да. Здесь будет К1, а К1 и с тобой, ну, что такое? К1 плюс К2, ну... К... Ну, напишите. К1 плюс К2. Да. К1 плюс К2. Да. К1 плюс К2. Да? Диограмма втекает У, равная К1 плюс К2. Минус У Ю на Е1 или Е2. А-га. К2. К2 вот. К2 вот. Вот. И здесь у нас будет что? У нас будет К2 минус К1. К2 минус К1. К2 минус К1. Вот так вот. А в этот смеем? Нет, в этот смеем. Мю. Мю? Не мю? Не надо. Попробуем. Да, вот так получилось. Давайте смотрим на все ваше удержение. Вот середная скобка, да? Губная скобка. Можно ли теперь его упростить? Видите, пока мы слагаем вот здесь одинаково. Вот это вот. Во-первых, структура. Мы свели к нашей скалярной структуре, да? И, условно говоря, к первой структуре. Да? Если еще для красоты здесь сделать минус, напишем, да? Здесь напишем К1, я бы сказал. Да? Чтобы с точностью. Вот эта структура была какая-то, то, что у нас получилось, и заказано, что здесь. Да? А теперь, глядите внимательно. Что-нибудь сокращается здесь? Сокращение? Видите? Сокращение. 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 Ага. Там, где минус 4, да? Да. Там, где, смотрите, здесь минус 4 умножается вот на эту скобку и вот на это слагаемо. Если я отсюда возьму минус 4, а отсюда вот это слагаемое, то оно в точности сократится, правильно? Сократится с вот этой штукой, правильно? Здесь минус 1 вторая минус 8 у нас плюс 4, а здесь минус 4, да? Поэтому мы можем их сократить. Ну давайте их сократим. Переписываем на все выражения. Так, получается минус 3 квадрата. Давайте каким образом мы перейдем? Мы сразу и классные структуры мы все выделим, да? У нас есть одна структура и другая структура, да? Давайте, первая структура у нас вот такая. Диантин и 2. Сейчас ели. К2. 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 Мютая, да? Мютая, да. И перед меня сейчас все коэффициенты напишутся на 2. Естественно, пишем в сокрах. Здесь получается минус 3 квадрата. К1. К2. 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 К3. К2. 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 Полностью сократился с этой, да? Отлично. Все, квадратная скруппляет, квадратная скруппляет. Нежно, квадратная скруппляет. Так, дальше. И вторая скрупплира, скалярная, да? То есть у нас получилось одно векторное, одно скалярное скрупплиру. Вот так, здесь у нас получается 4N. 4N – это оператора ГМО-5, да? Так. Какого у нас? Есть, нет, есть. Ну, вот это только. Да. Правильный знак, да? Значит, получается минус… Минус или еще раз? Ну да, плюс 8. А z квадратная скруппляет. Ага. Ага. Да. Уверх. Ага. Ага. Вот так. Отлично. Ага. Ну, давайте так сделаем. Ответ сейчас напишем. Вот не ответ, а результат промежуточный, который он пишет. Да? То есть наш интеграл выглядел таким образом. Вот теперь возьмите страту, потому что я спросил вспомнить. ИМА – это было минус 2I. 2 квадратных. Ну, проверяйте меня, правильно я пишу? От 0 до 1 dx. От 0 до 1 dx. От 0 до 1 dz. Стояла z. Стояла z. Стоял интеграл d4b на 2I в четвертой. Да? В числителе стоял наш трейс. Вот. Я не так пропозначаю. Для него мы получили ответ. От знаменателей стояла. p квадрат минус n квадрат плюс z квадрат x в четвертой q в квадрате. Ага. И все в степени 3. Да? Вот эфициент правильно есть здесь, да? Все правильно, да? Вот и отличненько. Давайте вот это дело сейчас и перепишем по окончательному. Значит, каким образом мы перепишем? В следующем семинаре мы про интегрирование все это дело. Значит, как мы будем интегрировать? Мы будем совершать викорский паналов. Да? Обычно. То есть у нас паноль переходит и паноль гифтригинская, да? То есть у нас был контур интегрирования такой, паноль гифтригинской, а мы его повернули на 90 градусов. Это плоскость паноль гифтригинская. Да? Все правильно. При этом мюнховский p квадрат придет в гифтригинский p квадрат со знаком минусом. Да? p квадрат со знаком минусом. Поэтому давайте мы из знаменателя вынесем знак минус. Здесь напишу минус, здесь напишу плюс, здесь напишу минус. Да? Раз q, то общий знак минус еще возникнет, да? Нинус единица. Нинус единица. Нинус единица. И перепишем наш интеграл. Повернутый с помощью викорского поворота, да? Со всеми коэффициентами. Аккуратненько. Значит, какие у нас коэффициенты есть, глядите. Интегрирование идет по d4p, правильно? Интегрирование по d4p. Интеграл зависит только от 2 квадратных. Верно? Поэтому по 4-мерным угловым переменным можно проинтегрировать. Да? Чему мы интегрировали по единичной стереи 4-мерного? 4-третьих, это в... 4-третьих, это в... 4-третьих... 4-третьих... ...это в трехмерии, уже помните. Общая форма. Да, да, да. 4p, это будет в трехмерии. 4p в трехмерии, да? 4-третьих, это объем. 4-третьих, пиры. 4-третьих, а значит будет поверхность слегка. Нет, нет. Общее упражнение для интегрирования по единичной стереи. Как легко запомнить? Объем, а объем примерный. Как легко запомнить? Это выясните не d пополам, а d пополам факториал, простая формула, да? Где d пополам факториал, вы понимаете как гамма-функция d пополам факториал, да? Гамма-функция d пополам плюс один. А объем, не объем, а площадь единичной димерной беседы, она в d раз больше объема. Он эту формулу не легко запомнит, да? d пополам, d пополам факториал. Всё. А то, что площадь для вас больше объема тоже легко запомнить, да? Мы в трехмерии знаем, что у нас площадь 4π в единичной сфере, а объем 4 в третьих π, правильно? То есть в три раза площадь большего объема, да? То есть это что такое получается? Если гамма распишу как d пополам, да? То будет 2π в степени d пополам на грамма вот d пополам. То есть вот такая формула вот, да? У нас есть для площади. Поэтому в четвергмерии, а что такое будет? 2π в квадрате. 2π в квадрате. 2π в квадрате, да? То есть мы по четырехмерным углам, да? Трем четырехмерным углам, тет один, тет два, тет три. Можем проинтегрировать и получить 2π в квадрате, да? Ну давайте, Сергей, все коэффициенты соберите, чтобы у нас всё было готово. То есть у нас остаётся интеграл только по одной артной бесконечности, по эсклидовскому мнению. То есть он входит в кубик, издавленный кубик, да? А все остальные коэффициенты у него становятся. О, вот эти вот научились. 11, да? Все коэффициенты наружу уносим. Знаешь, какие у нас коэффициенты есть? У нас есть, вот это минус 1, да? Минус 1. Ну, лучше сюда не включить, я смогу бы вот эту дефорту так вот отключить. Туда же. Минус 2. Ель ванате сразу чуть не зафиксирует. 4,5. 4,5. 4,5. Угу. Дальше у нас есть 2,5 в четвёртой, в целом знаменатель. То есть это 16,5 в четвёртой. 16,5 в четвёртой. 24,6 в четвёртой трейса. 10,4 в четвёртой. Центр отнеся . 16,5 в четвёртой 5. В четвёртой трейсе 5. Буква И. Теперь давайте сразу свое множество сделаем. Интеграл никогда была в мире, да? Четвертыхмерная. Исклитость мемеров вкупе по ДПЕ, да? Мы перейдем к переменной П в квадрате. Мы исклитость П в квадрате. И добавлю переменную какую-нибудь обозначу. Кси на кресле, да? Тогда здесь будет стоять одна вторая Кси Декси, правильно? То есть эту одну вторую. Еще мы сюда напишем. Одна вторая из перехода к новым элементам. А здесь будет Кси. И здесь тоже Кси. Кси, да? Кси это П в тридцать метр в квадрате, да? И смотрим, что у нас осталось. Из-за того, что у нас будет? Так, мы засчитаем на П квадрат заменить. П квадрат мы займем на минус П в квадрате. То есть это Кси. Да, это будет просто Кси. Дальше. Дальше. Продюсаем квадрат. Минус. Так же, здесь мы за квадрат Х с чертой. Сколько квадрат? Угу. Угу. Так вот. Мы здесь давайте гинечку напишем. А вот здесь вот все, что у нас осталось. Так. Вот здесь у нас получается... Значит, Кси просто. Кси. Вот здесь. Кси, а кто Кси? Не-не-не. Оно вот здесь... А. Емл, к... А вот мы перестрасти сюда, да? Так у нас получается здесь Е1, Е1, Е2, газе, Б2. Вот здесь у Кси. 3z на 2, плюс 2z на n квадрат, плюс z квадрат x с чертой в квадрат, плюс 1z на 1z на 2z на 1z на 2z на 1z на 1z на 2z на 1z на 1z на 1z на 2z на 1z 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 на Скобки 4 Давайте здесь сразу некое прощение проведем с вами Вот здесь, смотрите, накуку 1-ту умножим и накуку 1-ту поделим А умножили-поделили, да? Умножили-поделили А там, где умножили, у нас возникло, смотрите, что z2, z2, x, 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 x в квадрате, да? Вот я просто все это написал первички В этом умножим, да? Сюда прибавим, у нас 5-ней массы Весь в квадрате плюс, да? Да Понятно? Ну так, так вот, пишите А у нас, как говорила, идем? Ну, тут не видно, все Весь в квадрате, да? Весь в квадрате, да? Весь в квадрате, да? Весь в квадрате, да? О' Весь в квадрате, да? Вся в квадрате, да? Весь в квадрате Весь в квадрате, да? Это наш знаменатель, да? Вся в квадрате И плюс все остальное. Ну ладно. Окей, с коэффициентом давайте отклимся. Так, вот это значит у нас плюс двойка. А, погодите, еще от интегрирования по углам. Два пись в квадрате. Давайте. Два пись в квадрате. Вот, того у нас получается, значит смотрим вот это четвертым, вот это, вот это. И вот это шестнадцать, они у нас обращаются. Значит смотрим, здесь есть пись, здесь есть квадрат, поэтому мы можем вот это с этим зачеркнуть. И здесь четвертым. Вот, значит эти минусы плюсы, а и и у нас минус единицы в обществе. Вот, ну пока. Значит, общий коэффициент. Здесь еще одна вторая. Ага, хорошо. То есть общий коэффициент, который у нас здесь стоит, а общий коэффициент, он получился равен. Минус. Минус одна вторая. Минус одна вторая. Минус одна вторая. Минус одна вторая. И здесь еще альфа. Альфа. Верно оставалось, вот четыре девятых. Да. Минус альфа на два пи. Минус альфа на два пи. Да. Это наш коэффициент, который стоит перед генералом. Все хорошо. Но сегодня закончим, потому что здесь еще надо поинтегрировать все. Да, все. А в будущей символе это? Ну. Хорошо. Так. Хорошо. 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 В ДВЕРТ составИ brother. Хорошо. Хорошо.